Здарова, друзья! С вами Мамонт, и в этом видео самые свежие и полезные новости Standoff 2. Кстати, а что это тут такое? Интересно? Усаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра! Первое. Слив карты Синстоун. Второе. Забытые старые баги. Третье. Отсылочка к Хэллоуину. Четвертое. Факт про удаленный аккаунт. Пятое. Свежий баг с картой. Шестое. Реворк Зоны 9. Седьмое. Новый скин и новая рамка в Standoff. У всех сейчас один вопрос. Это Синстоун? Это реворк Синстоуна? Откуда такая крутая карта? Вот как это выглядит без раскраски. На самом деле похоже на какой-то Fortnite, не знаю. Поэтому не думаю, что это реворк карты Синстоун. Я имею ввиду, что все настолько красиво, что не похоже на стендов. Как только у меня появится новая свежая информация об этом изображении, я ее опубликую у себя в телеграм-канале. А, кстати, если ты хочешь нож, голду, голд пас или промокоды, тебе по ссылочке в описании в мой телеграм-канал. Мамонт СО2. С галочки, кстати, он официальный. Какой у него огромный баг. Вот это... Ребята, у меня к вам вопрос. Вы хотите продолжение рубрики баги Standoff 2? Давным-давно у меня была такая рубрика, и я снимал очень много разных прикольных багов. К сожалению или к счастью, их стало намного меньше, и теперь снимать их не получается в таком огромном количестве. Но, если вы нашли какие-то классные баги, по ссылке в описании в группу инструмент Standoff 2, закидывайте. Ребята, я нашел для вас мега-крутую пасхалочку к хэллоуинскому обновлению. Взгляните на это интересное изображение. Здесь мы видим топор и череп. Насчет топорчика я уже рассказывал в прошлом видеоролике, можете его посмотреть. Но череп может намекать на хэллоуинское обновление, тем более он в каких-то фиолетовых зарослях. Если бы там была какая-то мумия, я бы уверен был бы на 100%, что это отсылка к хэллоуину. Но здесь у нас просто череп с какими-то веточками, зарослями, непонятно что. Но это еще может быть отсылка к Travel is Back, потому что здесь есть кирпич. Такой же, как в Standoff из коллекции Travel is Back. Это может быть намек на то, что эта коллекция продолжится в шестом сезоне. Запомните мои слова. Разработчики просто так ничего не делают. Я заметил, что везде есть какие-то пасхалочки и отсылочки. Это, кстати, было взято с киберспортивного турнира, поэтому я на это обратил внимание. Кстати, раскрашенный Сэнстоун в ночной стилистике может быть намеком на то, что хэллоуин будет именно на Сэнстоуне. На самом деле разработчики молодцы. Обожаю их, потому что они сделали отсылки на обновления в киберспорте. Тем более, что я почти в каждом видео твердил, мне не интересен киберспорт. Я люблю обновления. Также мои подписчики не любят киберспорт. Моя основная аудитория – это те, кто любят обновления и следить за новостями. И разработчики сделали гениальный ход. Они в киберспорт добавили отсылки на обновления, промокоды, призы. То есть все находится в киберспортивном русле. Тем самым они привлекают аудиторию в ту тематику, которая им интересна, но той тематикой, которая интересна аудитории. Разработчики, я похлопаю. Это гениально. Факт про удаленный аккаунт. Ребятушки, я уже снимал очень много видео про удаленные аккаунты, но такого я еще не видел. Один игрок просто удален. Даже его счет, даже его смерти, абсолютно все просто почистили. Но достижения в раундах оставили. Две звездочки за лучшего игрока. Кстати, мне всегда было интересно, зачем вообще удалять аккаунт, если можно просто удалить игру и забить? Напишите в комментариях, возникали ли у вас такие мысли, удаляли ли вы аккаунт и каковы причины на удаление аккаунта. Странный визуальный баг при осмотре карты. Как вы думаете, из-за чего это происходит и почему здесь не перекрыто, как в союзниках или эскалации? Здесь прям полностью перекрыли половину карты. Ну, ми достался почему-то. Странно. Нужно будет уточнить разработчикам. Возможно, этот баг связан с удалением режима против всех. Что-то случилось и как-то там забагалось, и текстурки теперь просто черные на полу карты. Очень интересное изображение. Напишите в комментариях, что здесь не так. Даю вам на это 5 секунд. 5 4 3 2 1 Здесь нет Зоны 9. Почему ее нет на всех киберспортивных турнирах? Потому что ее скоро реворкнут. Почему я так решил? Да потому что нужно смотреть мои прошлые видеоролики, где я уже разобрал, что будет в следующих обновлениях. Скоро реворкнут и Синстоун и Зону 9. Возможно, в 6 сезоне будет реворк карты Синстоуна и Зоны 9. Если вы мне не верите, посмотрите мои прошлые видеоролики, абсолютно все, и вы найдете очень много отсылочек, очень много пасхалочек от разработчиков, где они вот прям прямо говорят, что будет реворк Синстоуна и Зоны 9. Если кто не понял, когда карты нет на киберспортивных турнирах, это значит, что карта неиграбельна. Ее просто нельзя допускать на турнир, потому что там слишком большой дисбаланс. А если большой дисбаланс, то ее нужно переделать, чтобы дисбаланса не было, чтобы баланс был для того, чтобы она была играбельна в матчмейкинге и союзниках. Ну, на ЗБ всем насрать, главное это матчмейкинг, союзники и турниры, ну и клановые войны. У меня как бы новая рамка в стендоффе. Да, я ее получил от разработчиков стендофф 2, Акслы Болт, просто молодцы. Возможно, это за крутые новости стендофф 2. Еще мне выдали кое-какой классный скин. Он в инвентаре как бы находится, ну вы знаете, вы уже его видели у меня в телеграм-канале. Кстати, в телеграме всегда самые свежие, самые крутые новости. Вот мой авик, и он паттерн 1, 2, 3. Смотрится он очень круто. И давайте рассмотрим его прямо в каточке. Вау, на нем есть какие-то галактики, посмотрите. На нем, походу, Млечный Путь или какая-то другая галактика. Но это очень красиво смотрится. Надеюсь, там будут еще какие-то паттерны. Я пока не знаю, что это вообще такое, но паттерн 1, 2, 3. Возможно, там будут еще круче паттерны с какой-то космической штукой, с планетами, возможно, даже. Все это мы увидим в будущем. Приготовьтесь. Вот как он выглядит в руках. Очень красиво. Блин, ребят, это топ. Я хочу такой статрековский. И, не знаю, там, какие-то наклейки топовые приклеить. Представьте, с четырьмя неонами, которые есть в Тендофе. Этот авик будет просто божественен. Но если на нем есть паттерн с какими-то планетами, космическими Млечными Путями и так далее, с крутыми звездами, то сюда наклейки просто не подойдут, потому что сам по себе скин прекрасен. Надеюсь, искренне надеюсь, что будет статрековская версия, потому что если нет статрековская версия, не будет статреков, то я просто буду плакать. Это будет грустно, потому что мне нравится статрек. Я хочу статрек. Быстро статрек мне в инвентарь. Вы думаете, это все? Нет. Естественно, будет еще, возможно, кое-что в патче 0.24.2. Вы это все увидите в следующем обновлении. Там будет вас ждать подарочек, поэтому ожидайте. Подписывайтесь, кстати, на канал, на телеграм-канал по ссылке в описании. Заходите в инструмент Стендоф 2, скидывайте свои баги, потому что все это поддержка моего канала. И развитие нашего контента, вот совместного с вами. Вы скидываете баги, я сделаю обзор. Это уже совместная работа. Кстати, посмотрите вот это видео, которое вылезло на экране от начала до конца. Подписывайтесь, лайкайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok